Будь в форме. Стилепрограмма.про. Сайт в большом городе. На начальном этапе достаточно будет вашего собственного тела. Начните с того, что у вас есть ваши 60-70-80 килограмм. Вы все время владеете этим весом. И огромное количество упражнений не предполагают еще дополнительных отягощений. Мне очень нравится программа. Она называется Nike Training.com. То есть это найковская изначальная история. Это очень хорошо методически сформированный пакет тренировок, который отличается продолжительностью, отличается интенсивностью. Вы можете вбить в себе выносливость, что вы хотите. 20 минут нагрузки, либо крепкий пресс, либо хорошие ягодицы. И программа вам выдает по вашему запросу тот набор упражнений, которые вам нужно делать. Там идет очень большая ротация, часто меняются упражнения. То есть огромный ассортимент разных тренировок, тренировочных комплексов. Поэтому Nike Training.com для меня это идеально. Это идеально, это дорого, в хорошем смысле этого слова. Это очень профессионально, это такой очень грамотный портал. С чем еще стоит ознакомиться? С тем, что с тренировками напрямую связано наше питание. То, что мы едим. И чтобы ориентироваться в количестве еди, в количестве, в огромном количестве, даже не в количестве, а в ассортименте по еде, в огромном количестве схем по питанию, важно точно так же изучить азбуку, вот азбуку питания. Те самые банальные белки и жироуглеводы, только немножко уйти вглубь. Уйти, какую пищевую и питательную ценность, энергетическую и питательную, несут нам все продукты питания. Для чего мы их едим? Для чего нам нужна крупа? Для чего нам нужно мясо? Чем отличается творог от орехов? Я не знаю там, что еще, фасоль от картофеля. Вот как только вы будете это понимать, чем они отличаются, или наоборот, что между ними общего, чем их можно заменить. Потому что если вы садитесь на гречневую диету и едите эти 200 грамм гречки, а вы ее ненавидите, если вы познаете основы питания и диетологии, вы поймете, что эту гречку можно заменить вашей любимой перловкой, например. И ничего не случится с организмом. Он точно так же среагирует на эту диету, которую, возможно, через два года назовут перловой. А вы ее сами для себя найдете, поняв, что вам в удовольствие. Не поленитесь себя образовать в этом плане. И на это тоже есть большое количество источников и информации. Опять же, они тоже касаются питания. Мы говорили про физиологию человека. Мы можем точно так же говорить про учебники по питанию. Если мы будем говорить про биохимию, биомеханику, анатомию, то это может быть, особенно биохимия, это сложные для человека вещи. То пропитание, написанное научным языком, книга о питании, она читается и хорошо ложится даже в неподготовленный ум. И как только вы углубляетесь, это касается всего абсолютно, как только вы углубляетесь в какой-то вопрос, знаете, как словно вот эти вот страшный лес, из вопросов собственных внутренних в голове. Это можно с этим. А что делать? А что сначала пресс или ноги? А нужна растяжка до тренировки или после? Вот этот огромный вал вопросов, он будет отпадать сам собой, и он будет на большое количество вопросов, вы сами себе будете находить ответы. Но когда вы изучаете, когда вы изучаете материал, это первая часть вашего движения, а вторая часть, когда вы имеете практику. Потому что как только мы голословно говорим, что такое медитация, что такое асана, что такое еще какие-то там элементы растяжки, если мы это не делаем нашей ежедневной или хотя бы регулярной практикой, толку будет мало. Потому что каждый человек, конечно же, если он уже обладает экспертным мнением, он пишет сочетание своего собственного опыта, если мы говорим про тренировки, да и, в общем-то, и про питание, собственного опыта с коллективным опытом тех людей, которых он обучал. Вот как только вы сами себе станете, ну, неким таким учителем, даже не то, что учителем, вы начнете практиковать, вы начнете становиться в отношении собственного тела все более и более экспертным, потому что никто так его не прочувствует, как вы. Вы живете в своем теле, внутри вашего тела находится ваше сознание. И подружиться с собой, знать себя, знать, можно ли вам есть на ночь или нельзя, возможно ли для вас после шести иметь ужин, или для вас это сразу откладывается на вашей фигуре. Мы все индивидуальны. Можно вам есть утром и днем углеводы, или это можно сделать только один раз в день, потому что если углеводов будет слишком много, то вы на это среагируете отсутствием результата. Как вы относитесь к животным белкам? Нужны они вам или не нужны? Все люди разные. И вот ваш личный опыт и будет для вас ориентиром к собственной гармонии телесной и, соответственно, внутренней. В последние несколько месяцев, наверное, очень активно обсуждалось интервью Лео Бакерии, которая сказала о том, что все это лифт, что на завтрак ты можешь съесть все, что угодно, а потом там после шести есть только легкую пищу. Что, мол, наоборот, не ездить, но считается, что на завтрак можно объедать, а на ужин можно плотно покушать, можно наесть и так далее. Как вы к этому относитесь с вашей точки зрения? С моей точки зрения, кстати, вспоминая Италию с ее обильными ужинами и, в принципе, не толстыми людьми, я могу сказать следующее. Если вы очень активны, если вы имеете активный рабочий график, вот я сейчас про себя могу сказать, что там вот такие довольно интенсивные утренние съемки, если я съем утром какой-то маленький кусочек, там не знаю чего, моцареллы или какую-то там пару орешков, я не смогу быть эффективной на своей работе. Мне нужен плотный завтрак. Но если я человек, например, какого-то интеллектуального труда, и я пришла в банк, и у меня налаженная система моей, рабочий график, у меня не нужно так много усилий вкладывать в свою работу. Я совершенно спокойно смогу обойтись на кофе, видимо, на легком ланче и потом уже ужин, когда, например, в идеале, если это спорт, когда у вас есть какая-то возможность физической активности или просто прогулки, вы можете себе позволить довольно большое количество пищи. То есть это вот такая же история, что, смотрите, я это встречала десятки раз в своей жизни, уже не один десяток лет посвятив себя диетологии, когда сначала что-то черным по белому написанное как истинно через несколько лет опровергалось, да. Я помню, это сало, которое просто считалось, там, не знаю, там, белым ядом. Я помню, тот же белый яд сахар, та же белая яд соль. Это такие глупости. И вот просто кто-то может в моменте, когда эти глупости запускаются в общее пользование, сказать, что это глупость, ребят. А кто-то, конечно, вот это пережевывает, проглатывает, говорит, о да, сало ни в коем случае нельзя. А потом, чтобы через пять лет сказать, неужели бы в момент, когда вам говорят, что сало нельзя, не задумывайтесь, что украинцы как нация, они вымерли бы. Они вымерли бы сотни тысяч, тысячи лет назад, потому что они все время едят яд. А они нормально себя чувствуют, живут себе спокойно, да, и их продолжительность жизни ничем не отличается от нашей. Вот как только выключите вот этот здравый разум, и наоборот, например, жители Крайнего Севера, которые, по сути, на белковой диете, да, они находятся, то есть тоже пропагандируемые, наверное, как вариант питания, вот у них как раз очень большие проблемы, у них очень большие проблемы с витами, ну, там и экология другая, там и климат другой. То есть вот, знаете, как, смотрите шире вот на всю информацию, которую вы видите. И если вы, опять же, говорите про слабенькие завтраки и плотные ужины, и обращаете свой взгляд на ту же Италию, вы понимаете, да, это схема, она работает. Если вы посмотрите на французов, в котором слова «хлеб нельзя есть», они вас нахрен их поднимут, они скажут, что нельзя есть? Мы ее едим на завтрак, на обед и на ужин. У нас на завтрак круассаны – это хлеб, на обед брионы или что там, бриоши, да, как они там, крутоны и так далее, и на ужин багеты. И они скажут, что не-не-не, вы что-то выдумали. У нас хлеб, сыр и вино, и все нормально. Посмотрите на французов. То есть это нация подтянутая, стройная и здоровая на самом деле. Вот. И как только вы поймете, что слова про то, что рис – высокий гликемический индекс, белый рис ни в коем случае нельзя, посмотрите на Японию и на всю Юго-Восточную Азию. Основа их рациона – это рис с высоким гликемическим индексом. Люди, я прошу вас, вот включайте, включайте мозг, пожалуйста, и поймите, что мы находимся в таком передозе информации, вот я сама работаю на телевидении, понимая, что муссируются, ну, что называется, пытаются из вот какого-то здравой информации такое количество накрутить, вот чтобы было что обсуждать, такое создать информационное поле уже совершенно ненужного шлака, что, пожалуйста, будьте трезвее, а вот эта трезвость, она вам даст самообразование, самообразование, либо просто образование, вот, вот, развлечайте, скажем так, попкорн информационный и настоящую здоровую пищу информационную. И настоящая здоровая пища – это, конечно же, учебники, это те книги, которые трудно читать, они могут не лезть, это там приходится голову напрягать, но если вы это сделаете, если вы будете есть с точки зрения информации правильную пищу, то вас попкорном уже будет не обмануть. Вот что нужно делать, какие книги читать, да, для того, чтобы вот войти в этот процесс тренировочный. Самое главное, еще до источников и до книг это ваше истинное настоящее желание. Вот важно понять, что для вас это не просто убить время или сделать занятия спортом, потому что там многие им занимаются. Вы изнутри должны очень сильно захотеть заниматься собой, заниматься своим телом. Способы, помогающие вам захотеть, для меня, например, это учебник по физиологии, честно. То есть, когда ты его открываешь и начинаешь читать, именно учебник не по болезни у человека, а именно по физиологии, по тому, как устроен, по устройству человеку. Когда ты открываешь и начинаешь его читать, ты понимаешь, первое, как сложно устроен человеческий организм, какая это детективная история, какой это космос на самом деле. Это самое интересное чтение, которое может быть только на самом свете, на целом свете. Притом, вот эти знания, которые вы получите из учебника физиологии, они помогут вам потом, в очень многих моментах разобраться, что есть правда, а что не есть правда. То есть информации много, источников тоже огромное количество, и процентов 90 этой информации притянуты за уши, назовем это так. Вот когда вы будете иметь базу, такую вот научную базу, именно вот медицинскую, и это можно здесь... Медическую. Да. Конечно, я не призываю вас учить, брать книги, которые являются там учебниками для студентов медицинских вузов. Вы там не разберетесь, скорее всего. Но вот такая вот первичная физиология, физиология человека для широкой аудитории, ровно как есть книги по физике, да, там по квантовой физике. Казалось бы, сложнейшие понятия, которые, тем не менее, могут быть объяснены простым человеческим языком. Вот когда вы просчете этот учебник по физиологии, вы не сможете не заниматься спортом, потому что вы поймете, что помимо ваших внешних форм, спорт вам дает правильную нагрузку на все ваши органы и системы. А их определенное количество, их довольно большое количество. Вы будете понимать, что ваша гормональная система, сердечно-сосудистая, сердцема кровообращения, нервная, желудочно-кишечный тракт, все абсолютно будет... Эндокринная система, она же гормональная, все будет функционировать в другом режиме. Это как автомобиль, который либо стоит по полгода в гараже и потом его заводят, и он, в общем-то, даже новый автомобиль еле едет. Он очень быстро развалится в таком режиме функционирования. Либо машина, которая регулярно ездит, да, у нее тоже ей нужно менять ТО, то есть я к чему, я так, следующий проброс. Ваши заболевания, они ни в коем случае не должны быть ограничивающим фактором в ваших тренировках. Они должны быть фактором, наоборот, стимулирующих вас заниматься, потому что вы эти болячки уже создали своим неправильным отношением к собственному телу, неправильным отношением к собственному питанию. Вы сами себе их сделали. Все врачи во всех научных издательствах пишут о том, что 20% это наследственность, и эта наследственность тоже не должна быть для вас переговором и диагнозом, а 80% это образ жизни, образ жизни, образ мысли. Я встречала ни одного человека, который, имея непростые заболевания, спортом вытащил себя в состояние здоровья. Вот буквально последний пример. Девушка, которая девушка, я ее не могу назвать по-другому, 72 года, которая в 40 лет получила травму, там, получается, много лет назад, травму позвоночника, и одна нога ее просто не двигалась. То есть врачи... 40 лет. Да, 40 до 72. Вот она, ну, то есть в 40 лет она получила эту травму, мешающую ей не просто двигаться, а даже ходить, вот без костылей. Сейчас эта девушка бегает сверх марафоны, это даже не 42 километра, это там идет марафон, марафонская дистанция, еще что-то. То есть такие вот просто нереальные нагрузки. И она... Ну, она не просто не поверила врачам, конечно, она поняла, что да. То есть у нее было два варианта. Первый вариант стать инвалидом, второй вариант что-то с этим сделать. И она, преодолев себя, начала бегать по чуть-чуть, по 500 метров, по километру. Она рассказывала, что эти 42 километра, конечно, не сразу появились в ее жизни. Вот я про это же. То есть если вы чем-то страдаете, каким-то заболеванием, понятно, что вам не нужно сразу себя заставлять двигать горы. Но значительно, по чуть-чуть, понемножку, значительно улучшить свое состояние при абсолютно любых заболеваниях это возможно. То есть повысить себе качество жизни, повысить качество собственного здоровья. Станет хуже, если будете продолжать стоять в этом гараже, пылиться без дела и хереть в прямом смысле этого слова. Еще есть точники, которые было бы очень здорово почитать, помимо учебников и зеологии. Я не представляю себя, свою специальность, свою работу, тренерскую деятельность без навыков психологии, по психологии. Вот я могу сказать, что, опять же, огромное количество книг по этому поводу существует, и 90% это такие коммерческие мыльные пузыри, вот в любых абсолютно областях, к сожалению. Но если вы возьмете какой-то серьезный труд по психологии, если вы изучите собственное сознание, вот начинайте с себя, вы, по крайней мере, будете точно понимать, почему через неделю после начала тренировок у вас вдруг дикий протест, дикое нежелание идти на занятия. Вы не будете думать, что это что-то оригинальное и эксклюзивное, только ваше. Вы поймете, что это нормальная реакция сознания. Так устроена наша психика, что после любого давления, условно, она возвращается, она пытается вас свернуть в равновесное состояние. Для психики самое хорошее находиться вот в этом, в дзене, в равновесии. Если вы что-то ей в одну сторону ускоряете, там, побежали на пробежку, она обязательно постарается всеми возможными способами вернуть вас назад. Да, в полное отсутствие пробежек. И вот эти колебания, они и есть наша жизнь, и на самом деле они и есть наше развитие. Потому что, да. Вы можете сказать, вы говорите, что все-таки масса, да, этих? Да. Вы можете назвать каких-то авторов, которых, может быть, ну, вы для себя открыли, которых вы считаете гуру, да? Ну, для меня, на самом деле, да, для меня это, наверное, такая книга поворотная, которая очень меня потрясла в свое время и заставила задуматься. Это Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». То есть, это, наверное, она издание 2005-2006 года. Я давно ее прочла, ее, понятно, я думаю, можно найти и сейчас, вот в наше время. Вот. Вот для меня это вот там четко практически указано, да, если ты хочешь двигаться в собственное развитие, если ты хочешь быть не только в работе с собственным телом, но если ты хочешь понять, что работа с собственным телом напрямую связана сначала вот с работой здесь, с работой своего сознания, изменение отношения к жизни, то это, конечно, очень хорошая история. Нельзя назвать психологом в прямом смысле книги, книги по психологии, книги Оша. То есть, это тоже для меня был целый пласт вот книг, которые я с упоением читала. Это, ну, назовем ее так, эзотерикой, может быть, новое отношение к жизни. И для меня эти книги тоже очень много что поменяли в моей жизни. Еще одна книга, которая для меня является просто перлом такого эзотерического знания, это Халиль Джебран Пророк. Называется книга, она маленькая, но в ней столько мудрости и столько, знаете, для меня было столько мотивов куда-то вот себя по-другому воспринимать огромное количество вещей в своей жизни, потому что для меня эта книга тоже поворотная, как в свое время там мастер Маргарита Булгакова, но это не относится вообще никак к психологии, к питанию, это скорее вот такая часть воды эзотерика. И еще, если вернуться к психологии, еще одна книга, которая мне очень нравится, Эрик Берн, «Люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди». Такое длинное название у книги, она как раз про такие основные ролевые, ну, скажем, взаимодействия между разными людьми, то есть на уровне равноправных партнеров и на уровне родителей-ребенок, либо наоборот, ребенок-родитель. И вот в этих несложных схемах так все красиво, не то, что красиво, очень правильно указано, какую позицию мы занимаем в жизни, кем мы хотим быть. Мы хотим быть взрослым, мы хотим быть диктатором, или мы хотим быть беззащитным ребенком, ведомым, который не знает, что ему делать. Вот как только вы поймете, что ваша позиция, что вы не знаете, что делать, чтобы заняться спортом, это абсолютный инфентилизм и незрелость, это, ну, неприлично для взрослого человека, для осознанного человека, который понимает, что за телом точно так же, как и за своим жилищем, за своими отношениями надо ухаживать в конце-то концов. Вот, как только вы это осознаете, это уже первая ступень к тому, чтобы ваше желание менять себя, работать со своей физикой, оно было продолжительным, искренним, настоящим и плодотворным. В телепрограмма Точка ПРО узнать вы сможете легко про фитнес, моду, красоту, про спорт, здоровье и еду, про все на свете и легко. В телепрограмма Точка ПРО Сайт в Большом Городе 12+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова